Какие-то молодёжные, друзей люблю, смотрю «Белые вороточки», «Город хищниц» смотрел недавно. Ну, то есть, больше комедийный сериал. Так, вот вопрос ещё о подборе музыки от Елены. Володя, расскажи, пожалуйста, как подбираешь треки к своим соло? Музыка очень нетривиальная, не всегда скажешь, что под такое можно поставить танец. Но ты великолепно вписываешься в эту музыку. Подбираешь её под физические возможности, или сначала берёшь трек, а затем уже придумываешь к нему хореографию. Как это происходит? Ну, изначально, конечно, появляется музыка, а потом уже хореография. А выбираешь, что понравилось? Что попадётся, что понравится, что захочется станцевать. Вот, так и выбирается. А те сонники, которые мы танцевали в двадцатке, нам эту музыку предоставляли. То есть, нам нужно было выбирать из трёх вариантов, то, что больше всего понравится. Поэтому, как бы это не было правильно. Так, вот Булгакова нам ещё пишет. В интервью ты говорил, что планируешь снимать квартиру со Щебетом и Илюхой. Изменились ли твои планы сейчас? Нет, не изменились, мы будем это делать с февраля. Ребята приедут в Киев, и мы будем заселяться. Станислава ещё интересуется. Вова, ещё раз поздравляю с достижением поставленной цели. Расскажи нам, как проходят твои мастер-классы. Нравится ли тебе преподавать? Нам планируешь ли остаться с Васей Козырем, уже с нами, что планируешь. Нравится ли преподавать? Одно дело самому учиться, другого дело кому-то давать уроки. Преподавать на самом деле нравится, но пока я не хочу заниматься этим делом, потому что это мешает моему развитию как танцовщика, потому что и преподавать, и танцевать. Для меня это как-то большие и разные вещи. Поэтому преподавать я только начинаю. Начинаю учиться преподавать, но конкретно открывать свою группу какую-то или школу я пока не хочу, потому что это мешает. Ну а кто вот среди хореографов, постановщиков, танцоров для тебя, так сказать, пример для подражания? Как у музыкантов там какие-то, да, певцы у тебя? Я думаю, что для меня любой человек, который может придумать что-то и поставить какую-то постановку, это пример для подражания. Потому что так как я с большим трудом ставлю какие-то те же соло, то есть для меня это большое, это что-нибудь придумать и поставить, поэтому я хотел бы быть хорошим хореографом, таким, как у нас на шоу были, все, каждый из них достойный уважения, потому что они могут придумать и могут поставить то, что людям будет нравиться. У кого-то вот хореограф, с которым тебя работалось очень комфортно на проекте. Кто это? Очень комфортно. Мне очень комфортно работалось с Илоной и Ромой, очень комфортно работалось с Токио, со Скоттом, который нам ставил групповой танец мальчиков, с Сергеем Коном, с Андреем Диким тоже, то есть практически со всеми, потому что они умеют находить общий язык с танцорами, то есть менять хореографию, подстраивать под возможности танцора, поэтому у нас не было каких-то конфликтов или разногласий. А у танцоров с танцорами были конфликты? Во время репетиции наверняка были там. Кто-то кого-то уронил, какие-то такие серьезные обиды были друг к другу, нет? Все мы люди, с каждым может случиться, тем более там все равно опытные, и они понимают, что без травм, без каких-то погрешностей никуда. Пришел вопрос, Вова, ты очень талантлив, но мне вот интересно, считал ли ты своим соперником Андрея Калугина? Нет, не считал, потому что мы совершенно разные люди, совершенно разные танцовщики. Я считаю, что Андрей Калугин хореограф от Бога, как танцовщик. Может, он себя и не успел проявить, но любому из ребят, которые попали в двадцатку, мне не стыдно было бы проиграть, скажем так, потому что все талантливые и все достоинные. Ну, какое-то вот чувство соперничества с кем-то одним было или нет? Не ощущалось, да? Еще вопрос. Вова, рада твоей победе, поздравляю. Мне понравился твой танец с Олей Шаповаловой. Хоть и костюмы вам немного помешали, что ты с ней сделал такого, что она хихикала рядом с тобой, как девочка? Это на нее не похоже. Ты там щихотал, может быть, в процессе танца? На самом деле Оля не такая злобная и коварная, как она была представлена в пятом сезоне. На самом деле она очень добрая, милая и хорошая, и заботливая. То есть она всегда, когда приходила на репетиции, она спрашивала, как у меня дела, выспался я или нет. Они заставляли меня спать. Мы заканчивали репетицию на час раньше для того, чтобы поспать мне дать. Она спрашивала, не нужно ли мне что-то привезти, носки, может быть, поесть, фрукты какие-то. Поэтому она очень добрый и веселый человек. Я ее не заставлял смеяться, не шикотал. Она такая, как есть. Ну, наконец, последний вопрос. Скучаешь ли ты за проектом? Скучаю. Не хватает. От чего вот именно не хватает? Репетиции постоянные. Во-первых, да. Постоянных репетиций. Не хватает недоспанных ночей, не хватает загруженности какой-то. Потому что выходишь с проекта, и у тебя просто нечего делать. Не знаешь, куда тебя приткнуть, да? 24 часа в сутках, и ты, наверное, большую часть времени просто думаешь, чем заняться. Ну, я думаю, в процессе все, оно как-то наладится все-таки. Надеюсь. Спасибо, что ответил на ваши вопросы. Удачи тебе, всего хорошего. С наступающим Старым Новым Годом. До свидания. До свидания.